здравствуйте добро пожаловать на мой канал в этом видео я покажу вам как связать вот такой симпатичный ажурный держатель для салфеток у меня также есть ваза для фруктов с похожим рисунком если вам хочется иметь комплект но это в отдельном видео есть такой же комплект в цвете мяты и солнечный желтенький но сегодня я буду вязать из обычных белых ниток вот таких 50 граммах 280 метров крючком 195 и в ширину подставка получится около 25 сантиметров это подставка для салфеток вяжется рисунком очень похожим на рисунок этой вазы если вы ее вязали но здесь мы делали 8 частей а в подставке будет 10 две дополнительные части нам нужны чтобы обеспечить подставки стабильность чтобы ей было на чем держаться начинаем вязать со скользящей петли в которую мы сделаем 20 столбиков с накидом делаем скользящую петлю вот таким образом обматываем ниткой два пальчика подхватывая вторую нитку вытягиваем на вперед делаем первую петельку немного затягиваем скользящую петлю теперь 3 воздушные петельки которые у нас будут заменять первый столбик с накидом и далее второй столбик 3 4 так продолжайте пожалуйста пока не получится 20 когда связаны 20 столбиков нужно затянуть эту петлю и связать соединительный столбик в третью воздушную петельку подъема каждый ряд у нас будет начинаться с 3 воздушных петель и заканчивается соединительным столбиком в третью воздушную петлю теперь в каждый второй из этих столбиков что мы связали мы свяжем 2 с двумя воздушными петельками между ними и так начали 3 воздушные петли и в это же место делаем столбик с накидом 2 воздушные петли пропускаем один столбик следующий столбик вяжем 2 столбика с накидом 2 воздушные петли и так продолжаем вязать по рисунку в конце ряда 2 воздушные петли и соединительный столбик в третью воздушную петельку подъема вот мы связали 20 групп по 2 столбика с накидом следующем третьем ряду на двух столбиках мы будем вязать 4 столбика с накидом и в четвертом ряду 6 и по-прежнему у нас будет 2 воздушные петельки между этими группами и столбиков с накидом и так третий ряд вяжем 3 воздушные петельки и в это же место столбик с накидом в следующий столбик вяжем 2 столбика получилось 4 2 воздушные петли в первые 2 из 2 столбиков с накидом вяжем 2 во второй из двух столбиков с накидом вяжем 2 2 воздушные петли продолжаем таким образом вязать по кругу в четвертом ряду 3 воздушные петли столбик с накидом в то же место следующий второй столбик вяжем 1 столбик с накидом следующий 3 из 4 вяжем 1 столбик с накидом и в последний четвертый вяжем 2 таким образом удваиваем столбики по краям рисунка 2 воздушные петли 2 столбика с накидом в первые из четырех затем 11 и 2 вместо четырех связали 6 столбиков 2 воздушные петли и таким образом продолжаем вязать в следующем пятом ряду мы разделим группой из 6 столбиков с накидом на две части 3 и 3 столбика между ними будут 3 воздушные петельки везде за исключением вот этих двух групп где мы сделаем только одну воздушную петельку между тремя и тремя столбиками и так 3 воздушные петли столбик с накидом следующий столбик с накидом и в следующий столбик тоже вяжем 1 столбик 3 воздушные петли 3 столбика с накидом следующие три столбика 2 воздушные петли повторим это еще раз раз два три столбика с накидом 3 воздушные петли 3 столбика с накидом а теперь свяжем эту часть подставки 2 воздушные петли здесь мы свяжем 3 столбика с накидом одну воздушную петельку 3 столбика с накидом продолжайте пожалуйста вязать в четырех следующих секторах нужно будет сделать три воздушные петли между группами из трех и трех столбиков затем в секторе противоположным тому что мы только что связали нужно будет сделать одну воздушную петельку в следующих двух тоже 3 воздушные петли в шестом ряду в середину этой цепочки из 3 воздушных петелек мы свяжем столбик с накидом с тремя воздушными петельками по обеим сторонам его а здесь в районе подставки мы начнем вязать 2 воздушные петли между тремя и тремя столбиками с накидом начинаем с трех воздушных петелек и затем 2 столбика с накидом 3 воздушные петли столбик с накидом середину этой цепочки по вторую петельку 3 воздушные петли 3 столбика с накидом 1 2 3 2 воздушные петли 3 столбика с накидом 1 2 3 3 воздушные петли столбик с накидом серединку этой цепочки можно связать по цепочку но если вяжите в среднюю петельку то получается более четкий рисунок 3 столбика с накидом 2 воздушные петли и мы подходим к основанию поэтому вяжем 3 столбика с накидом 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом и продолжаем таким образом вязать в седьмом ряду в этот столбик что мы связали будем вязать 2 и между ними опять же 3 воздушные петли а здесь в этой части не будет никаких изменений мы будем продолжать связать 3 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с накидом и так 3 воздушные петли 2 столбика с накидом 3 воздушные петли и столбик с накидом 3 воздушные петли 2 столбик с накидом в это же место 3 воздушные петли 3 столбика с накидом 1 2 3 2 воздушные петли 3 столбика с накидом 1 2 3 3 2 3 и воздушные петли 2 воздушные петли 2 3 столбик с накидом три воздушные петли 3 столбика с накидом ну следующем восьмом ряду в среднюю из этих трех цепочек из 3 воздушных петелек мы свяжем 3 столбика с накидом разделенных одной воздушной петлей начнем как всегда с трех столбиков с накидом затем 3 воздушные петли и между вот этими двумя столбиками с накидом в среднюю цепочку мы свяжем столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с накидом 2 3 3 воздушные петли столбик с накидом под цепочку воздушная петля столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом 3 воздушные петли 3 столбика с накидом 1 2 3 и основание продолжается по рисунку то есть 3 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с накидом в девятом ряду в каждой из трех столбиков с накидом мы будем вязать 2 столбика с воздушной петелькой между ними делаем 3 столбика с накидом 2 3 3 воздушные петли в столбик с накидом 2 1 воздушная петелька в следующий столбик с накидом вяжем 2 1 воздушная петелька и в следующий третий столбик с накидом вяжем 2 3 воздушные петли 3 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с накидом 3 воздушные петли 2 столбика в каждой из трех столбиков 2 воздушная петелька между ними следующий 2 воздушная петелька в последний 2 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом и далее в основании как всегда продолжаем вязать 2 воздушные петельки между группами из 3 столбиков с накидом продолжаем так по рисунку в десятом ряду на двух средних столбиках с накидом мы свяжем 4 на двух столбиках по странам мы свяжем по столбику и небольшое пико из 4 воздушных петелек между ними и так 3 воздушные петли столбик с накидом столбик с накидом 3 воздушные петли в первый столбик вяжем столбик с накидом делаем 4 воздушные петли соединительный столбик верхушку этого столбика с накидом что мы только что сделали вот таким образом и столбик с накидом следующий столбик с накидом 1 воздушная петелька на средних двух столбиках вяжем 4 поэтому два столбика в первый столбик и 2 во второй 1 воздушная петля следующий столбик вяжем столбик 4 воздушные петли соединительный столбик верхушку столбика что мы только что связали по 2 ниточки и еще один столбик с накидом соседний столбик 3 воздушные петли 3 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с накидом 3 воздушные петли столбик 1 столбик из 6 столбиков с накидом 3 раз 4 воздушные петли соединительный столбик верхушку только что связанного столбика столбик с накидом соседней 1 воздушная петелька 2 столбика в первый столбик с накидом который находится в середине 2 столбика во второй столбик 1 воздушная петелька столбик с накидом столбик с накидом 4 воздушные петли соединительный столбик по 2 ниточки столбик с накидом 3 воздушные петли 3 столбика с накидом и так и продолжаем вязать по кругу в одиннадцатом ряду вместо 3 воздушных петель мы свяжем 5 и в каждой из 4 столбиков с накидом мы свяжем по одному и так 3 воздушные петли столбик с накидом и столбик с накидом 5 воздушных петель пропускаем это пико и в первые столбиков с накидом вяжем столбик с накидом 1 воздушная петелька столбик с накидом следующий столбик 1 воздушная петелька столбик с накидом в 3 1 воздушная петелька столбик с в 4 5 воздушных петель 3 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с накидом 5 воздушных петель 1 столбик с накидом воздушная петля 1 столбик с накидом воздушная петля 1 столбик с накидом связали 4 разделенные воздушной петелькой 5 воздушных петель и 3 столбика с накидом 1 2 3 продолжаем вязать этот рисунок 10 ряд будет последним рядом который мы будем вязать по кругу и в нем мы свяжем 4 воздушные петельки и затем 4 пышных столбика каждый из которых будет состоять из трех столбиков с двумя накидами итак три столбика с накидом 2 3 4 воздушные петли и теперь в каждый из столбиков с накидом мы вяжем столбики с двумя накидами делаем два накида вводим крючок в первый столбик протягиваем крючок 1 2 не протягиваем третий раз начинаем второй столбик с двумя накидами вводим крючок в то же самое место протягиваем крючок 1 2 не заканчиваем начинаем третий столбик с двумя накидами вводим крючок в то же место протягиваем 1 2 и теперь у нас на крючке 4 ниточки мы и протягиваем крючок через все из них затем первую воздушную петельку делаем очень плотно и еще 2 и начинаем вязать следующий столбик с двумя накидами во второй столбик с накидом и так 1 2 начинаем вязать следующий столбик с двумя накидами 1 2 начинаем вязать третий столбик с двумя накидами 1 2 и протягиваем крючок через все четыре ниточки 1 2 3 воздушные петли начинаем вязать следующий пышный столбик 1 незаконченный столбик с двумя накидами 2 незаконченный столбик с двумя накидами провязываем все это вместе 1 2 3 воздушные петли и вяжем 3 4 пышный столбик в 4 столбик с накидом 1 незаконченный столбик с двумя накидами 2 незаконченный столбик с двумя накидами и 3 незаконченный столбик провязываем все это вместе и 1 2 3 4 4 воздушные петельки 3 столбика с накидом 1 2 3 2 воздушные петли 3 столбика с накидом 4 воздушные петли 1 пышный столбик в первый столбик с накидом 1 2 и 3 незаконченных столбика с двумя накидами провязали все вместе 3 воздушные петли 2 пышный столбик состоящий из 1 столбик с двумя накидами 2 3 заканчиваем все эти столбики вместе 1 2 3 воздушные петли следующий пышный столбик 1 2 3 3 воздушные петли и последний пышный столбик в этой группе 4 1 2 и 3 незаконченных столбика с двумя накидами провяжем вместе 4 воздушные петли и 3 столбика с накидом и продолжить вязать этот ряд по рисунку теперь мы разделим нашу работу на 8 частей и закончим каждый из этих 8 больших лепестков отдельно мы будем вязать узор сеточка состоящий из столбиков без накида и воздушных петелек мы свяжем один лепесточек вместе а дальше вы продолжите самостоятельно и так начинаем как всегда с 3 столбиков с накидом затем 3 воздушные петли делаем столбик без накида вот в эту первую цепочку из 4 воздушных петелек 3 воздушные петли столбик без накида в цепочку между первым и вторым пышным столбиком 3 воздушные петли и столбик без накида в цепочку между следующими двумя столбиками 3 воздушные петли столбик без накида под следующую цепочку 3 воздушные петли столбик без накида под последнюю цепочку 3 воздушные петли 3 столбика с накидом 3 воздушные петли поворачиваем работу вяжем 2 столбика с накидом следующие два столбика 3 воздушные петли и теперь начинаем пропускать первую цепочку делаем столбик без накида под вторую 3 воздушные петли столбик без накида под следующую цепочку 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида таким образом мы связали 4 столбика без накида 3 воздушные петли пропускаем следующую цепочку и вяжем столбик без накида столбик без накида и последний столбик без накида всегда будем вязать в третью воздушную петельку которую мы связали в начале предыдущего ряда 3 воздушные петли переворачиваем работу 2 столбика с накидом 3 воздушные петли пропускаем первую цепочку столбик без накида под следующую 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида здесь у нас остается только три столбика без накида 3 воздушные петли 3 столбика с накидом 1 2 и последний вот эту третью воздушную петельку 3 воздушные петли переворачиваем работу вяжем 2 столбика с накидом 3 воздушные петли пропускаем первую цепочку под вторую вяжем столбик без накида 3 воздушные петли под следующую цепочку столбик без накида 3 воздушные петли таким образом нас осталось 2 столбика без накида в этом ряду 3 столбика с накидом в конце ряда и в третью воздушную петельку 3 воздушные петли 2 столбика с накидом 3 воздушные петли в этом ряду у нас остается всего лишь один столбик без накида 3 воздушные петли 3 столбика с накида 3 воздушные петли переворачиваем работу 2 столбика с накидом и далее мы повторяем предыдущий ряд то есть делаем еще раз 3 воздушные петли 1 столбик без накида 3 воздушные петли 3 столбика с 1 2 и 3 3 воздушные петли в следующем ряду у нас останется только 6 столбиков с накидом вот мы связали два это 3 и переходим к следующим трем столбик с накидом столбик с накидом и следующий столбик с накидом 3 воздушные петли и теперь мы все 6 столбиков провязываем вместе то есть начиная со второго столбик не довязываем где начинаем 3 не довязываем 4 5 и 6 и теперь мы провязываем все эти столбики вместе этот большой лепесток закончен мы находимся на изнаночной стороне работы нужно теперь работу перевернуть нитку отрезать и можно начинать связать следующий лепесток вот здесь с лицевой стороны работа начинаем всегда свяжите пожалуйста все оставшиеся 7 лепесточков ничего не делаем вот в этой части рисунка и когда довяжите последний 8 лепесток не отрезайте нитку она нам понадобится для отделки после того как все 8 лепестков связаны будем вязать последний отделочный ряд в боковую сторону каждого столбика с накидом мы свяжем три столбика без накида и между ними 4 воздушные петельки и так мы находимся в верхушке одного из восьми лепестков сделаем воздушную петельку и под боковую сторону вот этого столбика одного из 6 столбиков с накидом который мы связали в последнем ряду мы свяжем 1 2 3 столбика без накида 4 воздушные петли переходим к следующему столбику и вяжем 1 2 3 столбика без накида 4 воздушные петли продолжаем вязать под следующий столбик 3 столбика без накида 4 воздушные петли 3 и так продолжайте пожалуйста вязать пока не дойдете до промежутка между этими лепестками в промежутке между лепестками где у нас две воздушные петельки мы свяжем 2 столбика без накида перейдем на сторону следующего лепестка и свяжем 1 2 3 столбика без накида 4 воздушные петли и продолжаем так работать до верхушки вот этого лепестка после того как мы дошли до верхушки этого лепесточка 2 и связали 3 столбика без накида и введите крючок в верхушке всех вот этих вот шести столбиков которые мы собрали вместе в конце лепесточка вот таким образом протяните ниточку и сделайте столбик без накида теперь 4 воздушные петли это у нас будет здесь пико верхушку этого столбика без накида мы сделаем соединительный столбик и дальше находим последний из этих шести столбиков и начинаем вязать 3 столбика без накида ну и как видно я ввязываю ниточку чтобы потом было легче убирать все ниточки которые вам встретятся по дороге ввязывайте таким образом после четырех воздушных петелек я перехожу под следующий столбик и вяжу раз два три 4 воздушные петли 3 столбика без накида под следующий под сторонку следующего столбика с накидом и таким образом продолжайте работу вокруг всего изделия когда дойдете до основания свяжите в цепочку из двух воздушных петель 2 столбика без накида в 3 столбика с накидом 3 столбика без накида 2 3 2 и дальше переходите к следующему лепесточку продолжается пожалуйста работать таким образом а я потом покажу как обвязать донышко подставки и вот обвязка закончена теперь осталось оформить донышко основу держателя для салфеток для этого мы проложим два ряда столбиков без накида по краешку вот этих трех столбиков с накидом здесь и здесь вот эти две полосочки у нас образуют основание и начнем работу вот с этого столбика будем вязать один очень слабенький столбик без накида в каждой из этих столбиков до тех пор пока мы не окажемся в четырех рядах от центра и так складываем работу вот таким образом подводим крючок под первый столбик закрепляем ниточку и делаем столбик без накида далее продолжаем делать столбики без накида очень-очень слабенькие чтобы они не стягивали работу вот так следующий столбик переходим столбик без накида следующий столбик следующий столбик вытягиваем ниточку следующий и еще один мы сейчас находимся в 5 рядах нам нужно оказаться в 4 рядах от центра вот сейчас мы в том ряду где у нас было связано 6 столбиков с накидом и мы будем вязать не в крайний столбик а вот во 2 с дальнего края от нас и свяжем очень слабенький столбик без накида теперь мы находимся в ряду где у нас 4 столбика с накидом здесь мы будем вязать в третий столбик вот с этого отдаленного от нас края ну или во 2 от нас теперь мы свяжем столбики под а вот эти цепочки из двух воздушных петелек 1 2 и 3 и вновь мы подошли к ряду с четырьмя столбиками с накидом мы свяжем столбик во второй столбик от нас слабенький столбик без накида в ряду где 6 столбиков мы свяжем столбик без накида в 5 от нас предпоследний и затем переходим к вязанию столбиков под последний от нас из этих трех в каждом ряду мы сделаем один слабенький слабенький столбик без накида еще два ниточку отрезаем и закрепляем вот у нас получился такой хорошо очерченный край и затем вяжем такой же ряд и слабеньких столбиков без накида начиная вот здесь теперь наше вязание нужно крахмалить у меня на канале есть видео по накрахмаливание вязаных вещей посмотрите если нужно очень важно также найти что-нибудь подходящее для сушки изделия это может быть например толстая книга или кусок древесины а у меня есть вот такой кусок пенопласта толщиной приблизительно два с половиной сантиметра который очень подходит для этой цели поскольку я могу использовать на нем иголочки крахмалим наши держатели салфеток расправляем хорошо и оставляем сушиться приблизительно на 24 часа и вот очередной комплект готов если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк и если вы еще не подписались на канал но хотите быть в курсе новых проектов подписывайтесь и нажимайте на кнопку колокольчика спасибо за просмотр до следующего видео до свидания